По вопросам реализации программы «Тысяча дворов» неоднократно проводились встречи и видеоконференции, но не все осталось понятным. О главных аспектах реализации рассказали уссурийским представителям ТСЖ и подрядных организаций, которые выполнят работы по приведению в порядок дворов. Ответили и на наиболее частые вопросы. Главная цель на данный момент – в короткие сроки реализовать программу. Очень много было вопросов по поводу размещения площадок не на той территории, на которой обозначалось изначально. 15 января на видеоконференции мы очень подробно об этом рассказывали. И в пункте «7 правил» достаточно подробно описано, каким образом можно переносить площадку из одной территории на другую территорию. Если отсутствует техническая возможность размещения площадки на дворовой территории или принято решение о переносе места расположения, изменения вносить можно. Но только с учетом мнения граждан, которые подали заявку на участие в конкурсе. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Допустим, одно из поселений обратилось, что было бы логичнее поставить эту территорию не для одного дома, а, допустим, около стадиона, около сквера и так далее, чтобы все граждане могли пользоваться. Тогда должно быть, соответственно, решение муниципального образования о создании общественной территории, прошу прощения. И потом направляться эти средства будут на общественную территорию. Заявки принимались до начала февраля. В проекте участвуют 70 тысяч человек из 199 населенных пунктов Приморского края. В Уссуриске обустроят 104 двора. Из них 7 в селах округа и 98 в городе. Следующий шаг. До 1 марта подготовить дизайн проекта дворов. Напомним, по решению собственников установят детскую или спортивную площадку, или же отремонтируют дворовые проезды, тротуары и лестницы. Благоустройство территории обещано завершить до конца 2019 года. Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс.